Справедливость. Зачем я это делаю? Затем, что подвел людей по работе. И мы говорили о справедливости много, и вот она должна, в принципе, восторжествовать. Как смеет кто у вас, имея дело с другими, судиться у нечестивых, а не у святых? Послание Коринфянам, апостола Павла. Многострадальная третья сила. Гражданская война в России. Были белые, были красные, была третья сила. Без этой третьей силы красные не победили бы Врангеля. И мир был бы другой. Потом эту третью силу предали. Третья сила в гражданскую войну в Испании. Были франкисты, были одни левые, другие левые, левее левого. Джордж Оруэлл, читайте. Они потерпели, их слили, их предали. И они потерпели поражение. Но сохраняют себя, как владельцы дискурса до сих пор. Христос, третья сила, между языческим Римом и фарисеями, первосвященниками. Пострадал и от одних, и от других. Не делайте этот мир черно-белым. Не делайте этот мир двухполюсным. Не знал я до последнего момента, по какому поводу весь банкет намечался. Пытались меня привлечь к чему-то. Не знаю, я спрашивал, непонятно было. Почему я не шел на контакт? Потому что у самого близкого, во-первых, в общем-то, какие-то заботы, проблемы. Мне не до этого я был уверен, что я ничего не нарушаю. Во-вторых, самое важное, у самого близкого человека с хроническими заболеваниями легких и крови был ковид. Это был, среда это был седьмой-восьмой день, самый острый, который нужно проскочить. То есть мне было не до вас. Открыл дверь, приехал отец, читал в комментариях всякую ерунду. Отец не подлец и не мерзавец, отец справедливый, отец честный. Сын в ответе за отца. Слышал я, с кем велись диалоги, кто с кем вел диалоги по поводу меня. Неприятно было, что жена так поступила. Открыл дверь, меня положили лицом в пол, я не сопротивлялся. Заковали в браслеты, позаламывали суставы, спустили в машину, 40 минут везли. Мы определили, только внутри я в РОВД узнал, что установлено 17 августа, установлено, что Маслаков Кирилл Георгиевич, то есть я 11 августа, в неустановленное время, находясь неустановленным, на персональной странице Регби Брест в Инстаграм, для публичной демонстрации неограниченному кругу, разместил фотоизображение с интернет-страницы с названием одного из топовых, одного из топовых белорусских спортивных сайтов, который на основании бла-бла-бла включен в республиканский список экстремистских материалов, тем самым распространил информацию про Кудина я репостнул, про борца-бойца Кудина репостнул, что ему дали 2,5 года, и это является правонарушением. Вот, то есть, не знал я, совсем не знал, получается, что, про какой-то реестр, мне вообще нет никакого дела, скажем так, да, то есть таких реестров, вот, вину я не признал, получил 7 суток. ИВС. Замечательное место. Вот, ИВС. Сейчас, как считают владельцы дискурса, сложно дается отсидка политическим. Политическим, опять же, я бы, конечно, взял это в кавычки, политическим, не положено там чай, короче, курить, ну и хорошо. Не положены передачки, не положено читать, не положено писать, не положено лежать даже на голых нарах, не всегда дают матрасы, одеяло и подушки, не дают никогда белье на усмотрение, вот, это тоже такой вопрос. Из 9 суток, которые я отбыл, 6 раз я менял камеру, меня перекидывали, вот, познакомился с интересными людьми, кстати. Будет ночью, нужно сказать там, как тебя зовут, статью, там, бутрождение, что-то такое, вот. Постоянные проверки, переводят везде, вводят в наручниках, руки за спиной, за ломаным, вот. Повыламывали суставы, в общем-то, при задержании, ну, такое воспаленное, но, в общем-то, не беда. Такая этнографическая вылазка получилась. Мы сидели вместе с хорошими ребятами, нас перекинули в первую камеру. В первой камере мы спали друг напротив друга, нас перекинула дама, вот. Все было хорошо, спали, получается, вокруг стола, грубо говоря, друг напротив друга. Следующая смена была, следующая смена, снова заступила эта дама. Ночью она нас разбудила и говорит, так не положено, пересядь. Переляж. Мы такие, типа, что ты лепишь? Вот. В итоге забрал у нас матрасы, то есть матрасы забирали ночью. Потом перекинули нас, ну, типа, мы не повинуемся с товарищем, знаменитым, которого по НТ показывали, в газетах пишут. Вот. Очень хороший друг получился. Вот. Потом нас перекинули в хату, где сидел другой товарищ, знакомый, у которого были покусаны от клопов ноги, руки, шея. И на белой футболке проступали прям волдыри гроздями. То есть мы показывали на проверке вот его спину, там прям, вот, я не знаю, под 15 укусов, таких как сантиметр красных. Вот. И нас не переводили. Потом перевели в восьмую хату. А в восьмой хате, она вроде казалась посветлее, в восьмой камере ты ложишься спать, кладешь подушку. Белье нам не дают. Поднимаешь подушку, с груди снимаешь напитых клопов этих, вот, получается. Поднимаешь подушку, там их штук 10, они разбегаются в всякие стороны. Вот этот ноготь убил, короче, за одну ночь клопов, я не знаю, 40. Товарищ напротив, который спал, он их считал, у него уже там заполтос завалило. Человек просто по подозрению, по 108 статье, видимо, что-то натворил или не натворил, что тоже может быть. Вот. Следующую ночь мы не хотели спать, не хотели брать белье, вот, подушки сразу выкидывали, вот, не хотели брать матрасы даже. Но нас перекинули в нормальную камеру, дали нам белье. Замначальник на нас ругался, чтобы вы больше не попадались. Он ночами не спит. То есть, оказывается, нет из Минска какого-то приказания, что политическим нельзя давать белье, нельзя спать, нельзя там курить, чай, кофе, нельзя передачки. Потому что нам в последнюю ночь дали даже белье и отправили нас в хорошую камеру. За день до выхода участковый сказал, что у меня будет еще один суд за сопротивление. Как это, как это у них, к сожалению, у них есть видео, но так как, как я говорил, что я записываю это справедливости ради, и для тех, кто потерял что-то, связанное со мной. При задержании я упирался ногами, приседал, пытался вырваться, пытался ухватиться за форменное обмундирование сотрудника ГУБОПИК. Вот, сотрудника. Ничего такого не было, меня стиланули, короче, заломали и вели. Вот, на суде я вину признал. Ну, я не являлся, как бы, то есть, в принципе, такая, какая-то там, казаки-разбойники, что ли. Я решил пободаться, ну, вот, они тоже решили, ну, они победили, ну, и ничего. Плюсов было достаточно много. Во-первых, я знаю, откуда берется мысль. Мысль берется из созерцания, не из присутствия в обществе, которое тебя постоянно склоняет к чему-то, постоянно побуждает каким-то действием. Мысль рождается в созерцании, в спокойствии, когда ты наедине с самим собой. Цивилизация лишает человека вот этого чувства, когда он находится самим собой. Цивилизация рождает скуку. Когда человеку скучно быть наедине с самим собой. Это одно и то же звено в цепи, что и алкоголизм, наркомания и так далее. Когда ты не можешь выйти без каких-то костылей. Родилось много идей. Ну, какое-то количество идей. Что-то написал, что-то прочитал. Читал книги. Благо попались там фантастика всякие. Пол Андерсон, Жюль Верн прекрасный. Я сейчас... Те, кто прислушивается к моему вкусу, я посоветую кое-что прочитать. То, что там прочитал. Читал там Новый Завет еще раз, очередной раз. Вот. Замечательно провел время. Встретил какое-то количество людей, которые могут писать книги. Имеет смысл им написать про свою жизнь. Причем жизнь прожитую по их мнению зря. Или не зря. Вопрос. Что можно сделать для людей, попавших в такую ситуацию? То, что вы сделали для меня. Вы придали огласке эту непонятную ситуацию. И... Я так понял, я доставил хлопот этим господам. Будет только хуже. Пессимизм разума, оптимизм воли. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! ... Продолжение следует...